МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Илья Лазерсон. Я повар, шеф-повар. Это программа «Обед без брачи». Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о ресторанах. Ну, вернее, о том, как сделать ту еду, которая нравится тебе в ресторане, дома. Мы зачем ходим в ресторан? Зачем мы едим вне дома? Ну, чаще потому, что мы не знаем и не умеем это готовить у себя. Это для нас является стимулом. Ну, конечно, не хочется мыть посуду, не хочется ходить в магазин за продуктами, не хочется с ним возиться и так далее, и так далее. Но, скажем, мы часто не ходим... Вернее, мы часто ходим, например, в китайский ресторан, потому что мы действительно не понимаем и не знаем, как все это готовится. Я сегодня вам открою секрет приготовления одного известного китайского блюда, который называется кальмары в кисло-сладком соусе. Китайская еда, она популярна в нашей стране. Во всяком случае, большинство мужчин, которых знаю я, любят китайскую еду. Поэтому я вам сейчас покажу, как спокойно, не торопясь, сделать китайское блюдо. Хотите с кем-то совместно, хотите самостоятельно. Здесь абсолютно ничего сложного нет. Итак, блюдо сегодня у нас будет горячим. Горячее блюдо – кальмары в кисло-сладком соусе. Ребята, я вам сейчас расскажу про китайскую кухню так, чтобы сразу же все поймете. Смотрите, вы помните свое детство? У вас в детстве у всех были конструкторы. Конструктор – это некий набор деталей, из которых вы можете по рисункам или собственной головы воспроизвести какую-нибудь штуковину. Машину, кран или подводную лодку. Так вот, китайская кухня, она всегда готовится по принципу конструктора. Это значит, что вы должны подготовить все ингредиенты. А ингредиенты всегда, собственно, просты. Это главный продукт – сегодня у нас кальмары и некие овощи, которые можно жарить. Сельдерей, сладкий перец, цукини, баклажан, лук. Вы сначала нарезаете все – и главный продукт, и овощи. И вот у вас все это нарезано, а потом вы берете глубокую сковородку, и в ней последовательно все начинаете жарить, добавляя каждый ингредиент за предыдущим. Вот кальмары. Я сейчас ими займусь. Посмотрите внимательно на кальмаров. Они куплены в магазине замороженными, они неочищенные. И сейчас я должен буду их очистить. Очистить для того, чтобы с ними работать. Кальмаров можно чистить, обдавая их кипятком. Это очень эффективно и хорошо. Но для сегодняшнего блюда я не могу так поступать, и вы потом поймете почему. Я должен несколько повозиться и очистить их традиционным способом, снимая вот эту вот кожицу просто-напросто руками. Я сейчас буду это делать. Это тоже не сложно. Важно здесь немного набраться терпеть. То есть вот как она спокойно снимается, эта кожица. Здесь нужно будет проявить, скажем, моторику рук. Это блюдо требует определенной сноровки и определенной моторики. Ну что такое моторика? Ну моторика – это тонкость движений, собственно говоря. Вот, например, когда дети растут, то существует ряд упражнений для детей, которые развивают именно моторику. Потому что считается, что моторика, вот такая тонкая моторика, то есть работа, скажем, пальцев, она развивает еще и мозги. Поэтому сегодня у вас есть шанс, дорогие друзья, или завтра, когда вы там захотите это сделать, немножко развить еще и себе и мозги. Но моторика, конечно, прежде всего может быть хороша у тех, кто не выпивает. Потому что у людей, выпивающих, конечно, моторика, как вы понимаете, плохая. Нет тонкости движений, плохая реакция. Так что я рекомендую еще и бросить пить на месяцок. И только потом приготовить это блюдо тем, кто пьет. Значит, вот один кальмар как-то очищен. Я сейчас почищу еще одного вот такого большого кальмара. И потом начну с ними работать. Мне двух кальмаров хватит. Плавники я сегодня использовать не буду, хотя, повторю, их использовать можно. Вот смотрите. Вот тушка. Я ее разрезаю вдоль. Вычищаю. Здесь есть остатки внутренностей. Убираю хитиновую полоску, хитиновую хорду. И вот теперь у меня есть мякоть кальмара. Вот, посмотрите. Очищенная мякоть кальмара. Я могу ее разрезать вот так пополам. Вот у меня прямоугольник более-менее. Я теперь, смотрите-ка, делаю чуть под углом тонкие и очень неглубокие надрезы. Я не прорезаю сейчас кальмара. Вот где моторика нужна. Я не прорезаю кальмара сейчас насквозь, а я его чуть-чуть подрезаю. И во взаимно перпендикулярном направлении делаю вот так же. Вот у меня получается такая намеченная сеточка. Я сейчас кальмара разрежу теперь на несколько фрагментов. И каждый фрагмент, как вы понимаете, он у меня надрезан сеточкой. Вот это уже то, что мне надо для блюда. И сейчас я так сделаю несколько раз, чтобы получить вот такие вот надрезанные фрагменты кальмара. Это чисто внешний эффект. Это никак не влияет на качество кальмара. Это просто внешний эффект. Но это будет красиво. Вы потом увидите, насколько красиво. Кальмар у нас сегодня будет в соусе, кисло-сладком, как я уже сказал. И к нему будет еще и гарнир. Самый распространенный гарнир в Китае – это, конечно же, рис. Я сегодня вам покажу, как сделать так называемый жареный рис. Я думаю, что это всем будет интересно. И, в частности, я сегодня покажу, как приготовить жареный рис с яйцом. Это вкусно и, между тем, просто. Вот это второй кальмар. Я сейчас снова. Это приятная достаточно работа. Здесь нет ничего страшного. Но, повторю, тем, кто не пьет. Потому что моторика у пьющих людей нарушена. Захотите сделать, а пьете, ну, зовите когда какую-нибудь непьющую дамочку. Теперь, когда я завершаю этот процесс, я сейчас сделаю одну техническую вещь. Я подготовлю рис. Мне нужен рис. Я возьму кастрюлю. Рис я, причем, я должен сварить. Я в кастрюлю положу немного риса. Промою его хорошенько. Чтобы удалить вот эту вот молокообразную жидкость. И поставлю рис варить. Чтобы правильно сварить рис, между прочим, я в него налью воды столько, чтобы вода покрывала рис выше, чем сам рис, где-то на палец толщиной. Вот это вот то количество воды, которое рис при варке впитает. Все, рис начинает вариться. Здесь все продумано и просчитано. У свиньи четыре ноги. Здесь нет места неожиданностям. Две ноги передние и две ноги задние. Мужская логика на мужской кухне. Обед безбрачия. Я беру сельдерей. Очень хороший ингредиент. Считается, что он помогает мужчинам в некоторых интимных делах. Я не проверял, не знаю. Думаю, что если у кого-то большие проблемы с этим делом, то никакой сельдерей, конечно же, не поможет. Сельдерей уже помыт. Я сейчас его почищу. Вот смотрите, у сельдерея есть такие ребра жесткости вот с этой стороны. И они превращают сельдерей в не очень хорошо жующуюся массу. Чтобы сельдерей произвел впечатление более сочного продукта, это надо все убрать. Вот посмотрите на эти ребра жесткости. Я сейчас вам их покажу. Вот они. Вот я их снимаю, как у ревеня. Ревень также очищается. Но так сельдерей чистить долго. Поэтому я просто возьму экономку и тонким слоем срежу эти ребра. Тогда сельдерей становится, по ощущениям, более сочным продуктом. И лучше готовится даже. Вот я очистил сельдерей. Я возьму немножко сельдерея. И нарежу его, посмотрите-ка, вот так наискосок. Обычно так вот в китайском исполнении. Также я возьму немножко сладкого перца. В данном случае перец у меня красный. Я срежу вот такой кусочек. Два кусочка. И нарежу его. Напомню, что мы сегодня с вами готовим еду китайскую. А китайская еда, как известно, она употребляется палочками. Поэтому все продукты нарезаются достаточно мелко, но так, чтобы они, в принципе, помещались в рот, когда ты зажимаешь его палочкой и несешь к себе, так сказать, к рту. Поэтому примите к сведению, что нарезка такая. Даже если вы не будете есть палочками, все равно всякий кусочек продукта, накалываемый на вилку, он должен помещаться в рот. Собственно, поэтому-то мы и нарезаем не очень крупно. Посмотрите вот на это чудо. Это имбирь. Он широко продается в магазинах. Это абсолютно уже не экзотика никакая. Я сейчас имбирь немного почищу. Естественно, это корень имбиря. Это очень ароматная штука. Она очень широко используется в еде Юго-Восточной Азии в целом и, в частности, в еде китайской. Я разрежу кусочек имбиря вот так, потом перпендикулярно и тонкими-тонкими ломтиками его нашинкую. Это будет вкус. Имбирь придаст еде вкус. Вот я его сейчас так оставлю отдельной кучкой, естественно. Теперь я также возьму два, ну, примерно вот два зубчика чеснока. Он мне тоже очень нужен. Слышу кипит рис. Вот забулькал рис. Я его сейчас заставлю вариться с очень маленькой, так сказать, скоростью. При этом я его накрою крышкой. То есть, как только рис закипел, минимальный нагрев и крышка. И рис будет вариться уже медленно-медленно, будет напитывать влагу под крышкой и превратиться в хороший, достаточно рассыпчатый продукт. Я возвращаюсь к чесноку. И работаю с чесноком. В китайской традиции я чеснок раздавливаю, чтобы очистить. Он после этого прекрасно одним движением очищается. Так можно очищать чеснок не только, когда вы готовите, конечно, китайскую еду, а и вообще в целом. Теперь я чеснок немножко измельчу. Это еще один будет аромат для того блюда, которое я сегодня готовлю. Возьму я еще немножко жгучего перца. И китайская еда часто острая. Я люблю остринку. Ну, какой мужик не любит остринку? Перчинку, клубничку. Ну, клубничка, это уже, правда, не из этой области. Я так к слову сказал. Значит, вот немножко перца. Пусть будет остринка. И теперь я беру в руки, я вынимаю, вернее, из широких штанин вот эту вот бомбу. Это бомба во всех смыслах, потому что это тяжелая, большая вещь. Такая вот массивная. И в плане вкуса эта бомба, она взрывает вкус еды. Ананас. Потому что все кисло-сладкие соусы, как правило, содержат ананас. У меня сегодня ананас свежий, между прочим. Это высший пилотаж уже работы. Хотя можно пользоваться и консервированным ананасом. Я предлагаю свежий, чтобы нам было действительно вкусно, поскольку готовим-то себе. Сейчас будет хирурги. Лишние эмоции только мешают. Умиление неуместно. И забудьте про жалость. Я буду ему перебивать суставчики. Никаких сантиментов на мужской кухне. Я сейчас переложу нарезанные продукты в тарелку, чтобы я их имел под рукой уже во время приготовления. Я возьму глубокую вот миску. Кучкой положу, видите, сельдерей. Кучкой положу перец. А вот эти ароматообразующие продукты я положу в другую миску, потому что последовательность их закладки разная. Вот имбирь. Вот перец. И вот чеснок. Вот так я все разложил по полочкам. Я это пока уберу к плите. Потому что именно возле плиты эти продукты мне понадобятся. Ананас. Ну, я сразу могу, конечно, срезать верхушку, потому что она мне не нужна. И сейчас я его должен буду очистить. Но я лучше сейчас отрежу вот так пополам, потому что мне весь ананас не нужен. И вот смотрите, что я сейчас буду делать. Я сверху вниз, да, начинаю срезать кожицу. Вот так грубовато. Иначе не получается. Я очищаю сверху вниз ананас. Теперь я уберу очистки с доски и нарежу уже помельче ананас. Чтобы были удобные ломтики, чтобы его удобно было есть. Вот смотрите. Вдоль. На дольке еще раз вдоль. Теперь я убираю сердцевину. Потому что сердцевина жесткая, ее не едят. Ее можно, конечно, как будто обгрызть. Вот я нарезаю теперь, смотрите, совсем узенькими дольками. И каждую дольку я нарежу на удобные ломтики. Вот так. Вот это уже тот формат нарезки ананаса, который мне нужен для блюда. Вот так. Это я отложу в сторону. Ананас тоже пойдет вот к этим основным продуктам. Ананас у нас сегодня третий. Есть. Теперь я возвращаюсь к рабочему столу. Напомню, что происходит. Потому что продуктов сейчас было использовано много. Напомню, что происходит. Я, прежде всего, почистил кальмаров, сырые кальмары, и нарезал на них сеточку. То есть я во взаимно перпендикулярных направлениях провел ножом по мякоти, чтобы мякоть не прорезать. Вот видно, как разрезан кальмар. Это ломтики кальмара. Это наше основное блюдо. У меня на этой тарелке ломтики очищенного сельдерея стеблевого, сладкий перец и ананас свежий. Чеснок, имбирь, жгучий перец. Вот это вся наша история. Теперь я ставлю возле себя томат, сахар, уксус. Так, и теперь мне понадобится еще крахмал. Но крахмал мне понадобится своеобразным образом. Я сейчас возьму чашку, обычная чашка, положу крахмал в нее, налью воды и перемешаю ложкой. Это будет загуститель, потому что китайские соусы, как правило, загущаются крахмалом. И сейчас я потихонечку начну готовить соус. Беру сковородку. Лучше, чтобы она была глубокая. Наливаю сюда чуть-чуть растительного масла и жду, пока эта штуковина нагреется. Увлекательнее, чем гонки. Только получилось так, где-то у нее только размер четвертый. Драматичнее, чем футбол. То, что куриное, называется яйцо. А то, что не куриное, называется яичко. И жестче, чем бои без правил. Научите своих друзей вставлять. Мужчина один на кухне. Обед безбрачия. Вот посмотрите, масло дымит. Немножко масла налил, оно дымит. Я теперь начинаю быстро работать. Имбирь, чеснок и перец в начале. Сейчас будет уже вкусно пахнуть. Чуть-чуть обжарил имбирь, чеснок и перец. Вот мне очень хорошо запахло. Все другие ингредиенты. Овощные пока только. И фруктовые. Грею. Очень недолго. Чтоб овощи все-таки и ананас оставались чуть хрустящими. Вот, погрел. Теперь, когда я их погрел, добавляю томат. Немножко грею. Все вместе. Чтоб томат прогрелся здесь. Томат немножко прогрелся. Сейчас все быстро пошло. Сахар, посмотрите. Я достаточно много сахара сюда положил. Греем с сахаром. Теперь немного воды или куриного бульона, или рыбного бульона, как хотите. Сейчас это все будет превращаться уже в кисло-сладкий соус. Пока он еще только сладкий. Потому что там есть сахар, но нету кислоты. Кислоты немножко только есть от ананасов. Но это не та кислота, которая нам нужна. Еще немного воды. Вот это уже будет наша болванка для соуса. Вот теперь кислота, уксус. Уксус. Сейчас оно закипит. Я буду пробовать как. Должен быть откровенный кисло-сладкий вкус. Вот кисло-сладкий вкус есть. Я дам капельку соли. Можно пользоваться, например, и соевым соусом в качестве соли, но я не буду лить сюда соевый соус. Вот уже получился такой хороший, красивый красный соус с ананасом, с перцем, с сельдереем. Немало сахару. Немало соли. Вот теперь работаем дальше. Смотрите. Соус кипит. Овощи, ананас прогреты. Кальмар. Посмотрите, что сейчас будет происходить с кальмаром. Посмотрите, он начинает сжиматься. И эти разрезы раскрываются. Посмотрите, какой красивый получается кусочек кальмара. Вот для этого мы делаем сеточку. Это чисто внешний эффект. Кальмаров готовить долго не надо. Я сейчас, вот видите, закипело. Я сейчас чуть-чуть еще подержу на плите и оставлю в сторону, потому что я должен еще приготовить рис. Вот посмотрите, как красиво скручивается. Видите, скручивается кальмар, и он открывается. Получается такая нарезанная поверхность, очень забавная. Все, я сдвинул пока. Я сдвинул пока кальмара в кисло-сладком соусе. Теперь я возьму еще сковородочку. Это уже для риса. Рис у меня практически готов. Вот он, видите, он впитал всю воду, уже разварился как надо, и он готов. Наливаю чуть-чуть растительного масла. Рис у меня готов. Сейчас сковородка тоже нагреется немножко. Чуть-чуть дымок пойдет. Я буду дальше продолжать работать с рисом. Но кальмар требует еще одного финального штриха, который будет сделан потом. Я, чтобы не забыть сделать этот штрих, поставлю рядом со сковородкой немножко кунжутного масла. Это масло, которое делают из семян кунжута. Это такие маленькие семечки. Им порой посыпают булочки для гамбургеров, если знаете. Так вот, если этих семян сделать маслом, оно получается очень ароматным и вкусным. Посмотрите, оно темное и дико ароматное. Его спокойно можно найти в обычных российских городах. В общем, кто захочет, тот найдет. Без него можно приготовить это блюдо, но не будет вот такой, знаете ли, изюминки, которая характерна для китайской еды. Масло, посмотрите, в сковородке нагрето. Я сейчас добавлю в него на сковородку рис. И буду его немножко греть. Когда я говорю китайский жареный рис, это не значит, что он должен быть жареным, золотистым. Это просто, по сути, гретый в сковородке рис. Вот я его грею. Я вам обещал, что он будет с яйцом. Смотрите, как он готовится, рис с яйцом. Я сдвинул рис на половинку сковородки, добавляю чуть-чуть на свободную часть растительного масла, выбиваю яйцо на свободную часть сковородки, и оно начинает жариться. Теперь я его лопаткой превращаю в некий омлет. И когда омлет немножко схватился, вот он уже схватился, я начинаю перемешивать всю эту историю. Получается рис с яйцом. И теперь я буду перемешивать интенсивно это. Яйцо своими хлопьями вмешивается в рис, и получается, видите, рис с яичными хлопьями. Так называемый рис с яйцом. Вот, рис с яйцом готов. Потому что у меня рис был горячим. Теперь я возвращаю кальмара. Я хочу его немножко погреть и дать ему финальный штрих. Вот что такое финальный штрих. Смотрите. Когда я уже готов подавать кальмаров, вот они сейчас опять у меня закипят, я добавляю в кальмары ложечку кунжутного масла. Вот так сдабриваю чуть-чуть еще. Тогда этот соус начинает блестеть и приобретает вот такой чуть аромат кунжутного масла. Вот это уже получается очень вкусная штуковина. Все любят, когда красиво. Хорошо, если есть чувство стиля. Яркий цвет поднимает настроение. Простые истины. Но не для всех. Ну что это такое? Точно баба была на кухне. О, вот теперь все хорошо. У нас мужская кухня. Обед безбрачия. Вот я выкладываю какое-то количество риса. Сдвину его немножко как бы в половинку тарелки. И теперь на свободное пространство тарелки я уложу основное блюдо. Сегодня это кальмары в кисло-сладком соусе. Вот так вот. Посмотрите, как обильной по-мужски выглядит эта тарелка. Сегодня, дорогие друзья, я с вами вел речь о том, как воспроизводить еду, которую вы обычно едите в ресторанах. Я вас призываю к тому, что совершенно спокойно практически любое ресторанное блюдо можно воспроизвести дома. Передача этому, конечно, не посвящена. Я здесь пытаюсь достучать и до сердец мужчин, которых хочу убедить в том, что занятие кулинарией на своей или на чужой домашней кухне это всегда очень и очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...